МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на телеканале «Красная линия». Наш взгляд на главные события в России и мире. Смотрите сегодня в информационной программе «Темы дня». ОЧС пришла нигде, ни пресса, ни районная газета. Ничего, нигде никакой информации не было. Мы не знали, что случилось. В Омской области свирепствует африканская чума свиней. Власти региона бездействуют. По результатам выборов по электронным устройствам КАИБов я выиграла. После ручного пересчета проиграла. Пересмотреть результаты выборов. Кандидат муниципальные депутаты от КПРФ подал в суд на городскую избирательную комиссию. Конфликт осенью 93-го года был решен не путем поиска компромисса, а жесткими силовимыми методами. 24-е годовщина трагедии. Депутаты фракции КПРФ в Госдуме призвали расследовать события, произошедшие в октябре 93-го в Москве. Я понял, что все-таки промышленное направление гораздо перспективнее, ну и гораздо нужнее. В стенах Петербургского тракторного завода состоялась традиционная церемония посвящения студентов в молодые рабочие. В Омской области свирепствует африканская чума свиней. Местные власти никакой разъяснительной работы с населением не ведут. Люди боятся, что их личные подсобные хозяйства будут уничтожены. Подробнее расскажет Гера Татарцева. Африканская чума свиней свирепствует в регионе с июля этого года. Но жители некоторых регионов до сих пор не имеют полной информации об эпидемии. То, что творится в Полтавском районе, это уму непостижимо. Никакой информации. АЧС пришла нигде, ни в прессе, ни районная газета. Ничего, нигде, никакой информации не было. Мы не знали, что случилось. Несмотря на то, что в поселке Полтавка АЧС пока нет, крестьяне не могут продавать свиней. Это запрещено из-за введенного месяц назад карантина. Я остаюсь нищим. Я вложил деньги. Я вложил деньги в эти корма. Я вложил деньги в этих свиней. Меня просто лишают. Меня делают нищим. Меня делает просто нищим наша власть. С жителями Полтавского района представители местной администрации начали работу только тогда, когда ближайший очаг африканской чумы был зарегистрирован в 40 километрах. Почему сейчас? Только потому, что это близко. Когда это далеко не стоит. И информация в СМИ была. Информация у нас на страничке одноклассников. Постоянно ее показывают. Ее можно посмотреть. А чтобы вот так вот нагнетать, я считаю, что это лишнее. Излишнее сейчас. Большинство сельчан уверены, если поголовье в их хозяйствах будет уничтожено, то никакие компенсации не спасут их от нищеты. Когда они получат компенсацию? Неизвестно когда и неизвестно чем и в каком количестве. Еще никто не знает, удержат ли оттуда 13% или нет. Это тоже еще большой вопрос. А людям на отделениях, чем они там жить будут? Это единственный способ их дохода. Все закредитованы. Ипотека. У кого-то дети учатся на камере. Столкнувшись лицом к лицу с африканской чумой свиней, сельчане чувствуют себя оставленными на произвол судьбы. Они не видят заинтересованности государства в обеспечении безопасности в регионе. Гера Татарцева, Анна Баклыкова, Красная линия. Если автоматические комплексы обработки избирательных бюллетеней, КАИБы, дают сбои, возникает вопрос, можно ли вообще верить результатам голосования. В Люблинском районном суде Москвы стартует резонансный процесс. Бывший кандидат в муниципальные депутаты от КПРФ по округу Капотня, Мария Куликова, собирается оспорить результаты выборов 10 сентября и доказать, что у нее украли победу. Она так и не стала депутатом, хотя достигла одного из самых высоких результатов. Однако ситуация развернулась на 180 градусов после ручного пересчета бюллетеней, который потребовался якобы из-за проблем с КАИБом. В районе Капотня я участвовала как зарегистрированный кандидат депутаты по первому избирательному округу. По результатам выборов, по электронным устройствам КАИБов я выиграла. После ручного пересчета проиграла. В ходе судебного процесса адвокаты Марии Куликовой собираются доказать, что во время голосования было зафиксировано множество серьезных нарушений, чему имеются документальные свидетельства. Об этом юристы заявили в ходе досудебных слушаний. Во-первых, мы представим письменные доказательства по делу. Это будут протоколы об итогах голосования, которые были составлены с существенными нарушениями. Мы будем вызывать свидетелей, в том числе членов участковых избирательных комиссий, которые должны дать правдивые показания. Соответственно, мы считаем, что мы выиграем это дело. Коммунисты встали на защиту прав своего кандидата и избирателей. Депутат фракции КПРФ в Государственной Думе Валерий Рашкин направил официальный запрос председателю Центра избиркома Элли Памфиловой с требованием разобраться с итогами выборов в Капотне. К запросу приложены видеодоказательства выявленных нарушений. Я хочу сказать большое спасибо тем людям, которые проголосовали за меня. Пришли, поверили, доверились. Это ни много ни мало 555 человек. Мы очень хорошо готовились. Более 100 встреч во дворах было проведено с людьми. Вот опять же, благодарю всех людей. Большое спасибо. Но мы сейчас боремся, настроены на победу. Я думаю, что мы победим. Первое судебное заседание назначено на 4 октября. Наш канал будет внимательно следить за ходом этого процесса. В Алтайском крае возбуждено уголовное дело в отношении управляющего делами губернатора региона Алексея Белобородова. Он подозревается в превышении должностных полномочий при покупке трех иномарок общей стоимостью более 18 миллионов рублей. В настоящее время проводятся следственные действия. Коротко о других новостях в стране. Министерство экономического развития объявило два конкурса на проведение социологических исследований. По заказу ведомства эксперты должны выявить средний размер взятки и объем рынка бытовой коррупции. Также Минэкономики займется изучением оценки гражданами, качества государственных и муниципальных услуг. Владимир Мединский останется министром культуры, даже если его лишат ученой степени. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее экспертный совет высшей аттестационной комиссии рекомендовал лишить Мединского степени доктора исторических наук. Глава счетной палаты Татьяна Голикова заявила, что сумма выявленных в 2017 году нарушений использования средств госбюджета уже превышает прошлогодние. Если в 2016 году это было 966 миллиардов рублей, то сейчас почти полтриллиона. Минздрав решил отказаться от идеи штрафовать родителей, которые не хотят делать прививки своим детям. Об этом заявила глава ведомства Вероника Скворцова. Отметим, что согласно проведенному опросу в ЦОМ, почти половина респондентов рассказалось против вакцинации детей от гриппа. 24-я годовщина трагедии. 3 и 4 октября в Москве вспоминают события 1993 года. Тогда в результате стрельбы, штурма телецентра Останкино и обстрела Белого дома только по официальным данным погибли более 120 человек. События осени 1993 года в России называют «Черным октябрем». Конфликт произошел вследствие конституционного кризиса. Борис Ельцин подписал указ номер 1400 о распуске съезда народных депутатов и Верховного совета Российской Федерации. Политический кризис, расколовший общество, возник не на пустом месте. Все началось в 1991 году, когда Ельцин заявил о проведении радикальных реформ и создал правительство либералов, назначив Гайдара, ответственного за экономическую политику. Конституционный суд признал указ несоответствующим главному закону страны. Съезд народных депутатов прекратил полномочия Бориса Ельцина. Он понимал, если он промедлит несколько дней, понятно, что Верховный совет отстранит его, безусловно, от власти. В мае 1998 года в Госдуме была создана комиссия по расследованию событий осени 1993 года. Но итоги ее деятельности не были приняты во внимание. Данные о погибших и пострадавших отличались от данных, представленных правоохранительными органами. Также комиссия осудила действия Бориса Ельцина. Все это, а также поспешные и непродуманные реформы, проводимые после развала Советского Союза, негативно отразились на большей части населения страны. Вся политика Ельцина, она была как раз направлена на то, чтобы разрушить нашу великую державу, быть единогласным правителем, создать те органы власти, которые бы только заглядывали ему в рот, и он осуществлял свою дурную политику. Россия до сих пор ощущает на себе последствия либеральных реформ, начатых в 90-е годы. Депутаты фракции КПРФ в Госдуме уверены, пора задуматься о пересмотре той системы, которая была создана после октября 1993 года. Мы никуда не уходили от курса, выбранного когда-то прозападными экономистами. В противном случае не было бы пресловутой оптимизации в социальной сфере, не отменялось бы индексации так недопустимо низких пенсий и социальных выплат, а учителям не предлагали бы зарабатывать деньги в бизнесе. Депутаты-коммунисты предлагают возобновить расследование событий 24-летней давности, ведь до сих пор нет правовой оценки того, что случилось в октябре 1993 года, когда погибли сотни невинных людей. Екатерина Иваненко, Красная линия. 3 октября в Германии празднуют День единства. В конце августа 1990 года между Федеративной республикой Германия и Германской демократической республикой был подписан договор об объединении. 12 сентября того же года в Москве министры иностранных дел Великобритании, СССР, США, Франции, ФРГ и ГДР подписали договор об окончательном урегулировании в отношении Германии. А 3 октября ГДР прекратила свое существование. Это было откровенное предательство со стороны Горбачева, наших друзей и союзников Восточной Германии в ГДР. Дело в том, что ситуация там развивалась таким образом, что объединение могло не произойти, если была проявлена соответствующая воля со стороны руководства Советского Союза. Однако господин Горбачев, который к этому времени начал сливать все, что только можно было, он дал полное согласие на объединение. Предпосылкой событий 1990 года стало падение Берлинской стены, которое произошло годом ранее. Объединение Германии изменило расстановку сил на политической карте мира. Группа Советских войск Германии была поспешно выведена на территорию России, причем самым позорным образом, с уничтожением прославленных войск, воинских частей. То же самое произошло в Польше. Северная группа войск тоже была выведена, тоже в поле, тоже уничтожена фактически. И как результат, границы НАТО придвинулись теперь, то, что мы имеем, они уже в Прибалтике, в Польше, в Румынии и так далее. Новый посол США в России, Джон Хансман, вручил президенту Владимиру Путину верительные грамоты. Американский дипломат заявил, что намерен работать над восстановлением доверия между Москвой и Вашингтоном. В свою очередь, Владимир Путин отметил, что Россия выступает за конструктивное, предсказуемое и взаимовыгодное сотрудничество. Коротко о других новостях в мире. Российская авиация за два дня уничтожила на восточном берегу Ефрата в Сирии более 300 боевиков, среди которых было семь полевых командиров. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Коношенков. Кроме того, был нанесен авиаудар по центру подготовки иностранных наемников. В США полиция обнаружила более 40 единиц оружия, принадлежавшего стрелку из Лас-Вегаса. Как сообщил помощник шерифа округа, 23 единицы огнестрельного оружия были найдены в номере гостиницы, еще 19 – в доме, где жил преступник. В Каталонии началась общенациональная забастовка. Ее организовали профсоюзы в знак протеста против жестких мер полиции Испании в день референдума о независимости. Ожидается, что акции приведут к полной остановке работы общественного транспорта, школ, больниц и других учреждений Каталонии. По данным Организации Объединенных Наций, с начала 2017 года вынужденными переселенцами стали более 2 миллионов человек. Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди заявил, что на протяжении 5 лет наблюдается тенденция роста числа мигрантов. Наибольшее их количество приходится насилию. В стенах Петербургского тракторного завода состоялась традиционная ежегодная церемония посвящения студентов молодые рабочие. Теперь более 100 первокурсников будут учиться в цехах предприятия металлообработки и машиностроению. Торжественная линейка прошла в сборочном цеху, где собирают трактор «Кировец» – легенду Петербургского завода. Такой праздник для молодых людей с тем, чтобы они прониклись и затем гордились тем, что они посвящались, молодые рабочие, в стенах Петербургского тракторного завода на главном конвейере. И чтобы по окончании своего трудового пути с гордостью говорили, мы работали на тракторном заводе. В этом году обучение на предприятии пройдут более сотни учащихся промышленных колледжей. Большинство ребят осознанно подошли к выбору рабочей профессии. Я понял, что все-таки это промышленное направление гораздо перспективнее, ну и гораздо нужнее, потому что везде нужны тракторы, пароходы, судно и так далее. Ну и я вижу себя в этом. Сегодняшние первокурсники не боятся в будущем остаться без работы. Как правило, после завершения обучения молодые рабочие остаются трудиться в стенах легендарного завода. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова